Борис Майоров Положилось, что я начал играть в хоккей, а потом уже в футбол. Мне посчастливилось сыграть пару матчей в основном составе «Спартака» в 61-м году. Тогда мне показалось, что вольностей в футболе больше, чем в хоккее. Жил рядом с Ширяевкой, они зимой в 11-12 утра тренировались всегда. Сеглин, Соколов, Оботов, Нетто, Тушин, Женька Климанов в воротах. Ну, придешь, смотришь, учились, как правило, во вторую смену, а утречком пойдешь, посмотришь, как команда мастеров тренируется. Это первое поколение было. Да еще освещение, нехти какое было. Висели лампочки над полем электрическим. Я учился в институте, говорят, что я первый хоккеист был, который закончил дневной вуз, технический причем. Я в институт, из института на тренировку или наоборот? Звезды так сошлись, что Спартак выиграл. Заключительный этап, шесть игр у нас оставалось. Все игры проводились в Лужниках, во дворце спорта. Но это вот как поперло, как говорится. Во-первых, великолепен был вратарь у нас. Просто великолепен. Анатолий Платов вратарем был. Мы так даже иногда смеялись. Толя, ты шнурками отбиваешь даже шайбу. И наоборот, у ЦСКА оказалась проблема с вратарем. Мы жили в Сиренном Барон на сборе перед последней игрой. Все вещи оттуда забрали. Если бы мы проиграли, там были бы переигровки. Но Крещенов даже меня спрашивал, ты все вещи тогда забрал? Я говорю, да, я все вещи забрал. И я тоже. Оказалось, что эмоциональный такой настрой, он имеет очень большое значение. Вот Александр Никифорович, он как раз умел команду настроить. Команда и сыграла, потому что к концу сезона, ну чему ты научишь команду? К сожалению, руководство не смогло понять одной простой вещи. Наша команда была не готова к тому, чтобы каждый год выдавать чемпионство. Но мы с ЦСКА оттягаться не могли. У них две тройки было из сборной страны. Защитники какие, да. Кузькин подошел. Брежнев, Зайцев. Надо было так вот сразу. Медали повесил в начале сезона ЦСКА. А мы, ребята, поиграем без этой команды. Ну, неплохое наследство досталось Всеволоду Михайловичу. Но он шел к чемпионству. Три сезона Всеволод Михайлович, не могу сказать, что он сентиментальный человек. Но когда он прощался с командой, он даже заплакал. Естественно, жалко. Это его детище было по существу. Люди не разговаривали, друг друга не любили. Но я никогда не слышал от Тарасова плохого слова о Боброве. И от Боброва плохого слова о Тарасове. Хоккеисты команды ЦСКА тренируются много, усердно и творчески. Думаем, что основной костяк сборной команды будет, как и в прошлой годе, добавлять хоккеисты ЦСКА. Что касается Тарасова, у него в случае неудачи все могло быть поставлено с ног на голову. Он мог нападающих поставить в защиту, там все тройки перелопатить. У него в команде, вот в сборной, по крайней мере, всегда была жертва. Как сейчас помню, в Виннипеке вечером играю, в 9 утра раскатка на стадионе. Команда одевается, я тоже одеваюсь. Выхожу на лед, за мной еще двое выходят, за мной. Молодой человек, как только он сказал молодой человек, это все значит. Молодой человек, вы сейчас бросили, а не кувырнулись. Пять кувырков за ледность. Подхожу, я говорю, да, Антон, сейчас вы опоздали, вернитесь и зайдите как следует. Это значит, я должен вернуться, закрыть калитку, открыть ее, выйти, подъехать к нему. Он сказал, родной отец, извини, я опоздал, да, можно приступить к занятиям. Каток был старый в Виннипеке, с трех сторон трибуны, а на четвертой был огромный портрет Елизаветы, английской королевы, это же доминион английский. Рядом с портретом здоровые часы, а на них там 9 ровно достаточно. Я ему говорю, а я не опоздал, вон я говорю, часы-то, я вам говорю, что вы опоздали, я вам говорю, что вы опоздали. Я говорю, я не пойду, вон с тренировки, я говорю, ради бога, пожалуй. Повернулся, пошел, захожу в раздевалку, там Аркадий Иванович сидит, он на лед не выходил. Ты что? Я говорю, да вот, Тарасов выгнал меня с тренировки, ну ладно, развивайся. Приезжаем в отель, обед, прохожу мимо номера, где живут Тарасовы, Чернышовы, и слышу какой-то шум такой, громкие голоса, значит. Ну мы, раз, да. Аркадий Иванович мог громко говорить, отстань ты от него, что ты к нему пристал. Поругались, значит, да, из-за меня. Борис Майоров, у него был хороший дриблинг, он нравился, и должен правильно нравился молодежи. У него была хорошая манерность, он красиво играл. Он был, конечно, с закидоном, с капризами, но неплохим оказался капитаном. В конце концов, когда понял, что здесь с его капризами считаться не будут. У меня с ним никогда теплых отношений не было. Никогда. Всех под одну гребенку, значит, всех под себя. Вот один стандарт должен быть. Я этих вещей в нем, по крайней мере, не признавал. Молодой человек, я вами тоже недоволен. Это не Америка, здесь нет безработных. Канада в то время была для нас, тех, кто занимался хоккеем в Советском Союзе, святой хоккейной землей. Разница была и в том числе в антураже, который сопровождал матчи профессиональных команд. Если что-то показывали необычные или отдельные игроки, или команды, все это запоминалось. И потом вот Александр Никитрович нам все это преподносил. Прием шайбы. Подкидка там, потому как это был там 60-61 год. Естественно, что уровень технической оснащенности не был таким, как сейчас мы в этом плане отставали. Клюшки, которыми мы играли, прежде чем я выйду на поле, я ее полчаса готовлю к игре. Крючок строгаю, подлаживаю, чтобы крючок был легче, чем вся палка. Выхожу, я уже баланс какой-то нарушил, выхожу там, чуть не так кто-то ударил, или я ударил по шайу, раз, крючок отлетел. Времена сравнивать нельзя, нельзя ни в коем случае. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня иногда такое ощущение, что я вообще вместе с этим хоккеем живу и родился вместе.